В сентябре прошлого года в области был изменен порядок содержания бесхозных домашних животных. Ранее бродячих кошек и собак отлавливали, и если в течение трех дней не находился хозяин, усыпляли. Теперь после отлова их стерилизуют в специальных клиниках и возвращают в естественную среду. В течение пяти месяцев было отловлено 115 кошек и собак, 82 из которых прошли не только стерилизацию, но и другое лечение. Проект был поддержан главой региона на сессии областного маслехата. Аким области ознакомился с первыми результатами работы по контролю за бесхозными животными. Особо нужно подчеркнуть, что такая практика введена только в нашем регионе. По подсчетам специалистов, уральские 5000 бездомных собак и кошек. Цифры, безусловно, приблизительные, так как точно их количество определить проблематично. Бесхозные животные представляют опасность как для людей, так и для животных домашних, говорят сотрудники лаборатории, где в данное время начат процесс биостерилизации. Практически все животные с улиц попадают в центр истощенными и больными. Безнадзорные собаки, кошки, они очень опасны, потому что у них разные гельминты. Инвазионные болезни, они распространители инвазионных болезней. Они опасны детям, опасны человеку, человечеству. И среди них больные, есть, может быть, инфекционные болезни, распространители инфекционных болезней. Мы это останавливаем. Общественное объединение «Я хочу жить по спасению бездомных животных» официальную деятельность начало в 2019 году, хотя ранее занималось этим на добровольных началах. Юридический статус позволил принять участие в гуманной программе. Их приют уже начал работу по стерилизации животных совместно с Центром Жардемвет. Мы привезли наших собак в четверг в количестве 20 голов на стерилизацию. Вот на сегодняшний день у нас простерилизовали уже 11 собак. Из них все прочипированы, все провакцинированы, дегельминтацию делали. Все очень хорошо. Мы довольны тем, что мы попали в эту программу. Спасибо большое ветврачам, которые делали стерилизацию. Все собаки в нормальном состоянии, ухожены. Ежедневно в научном учебно-производственном корпусе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангирхана стерилизуют 8-9 особей. Провести противопаразитарные мероприятия также важно, ведь вернувшись в привычную среду, животное вновь может заболеть. После всех запланированных процедур особь обязательно чипируется. Самцам делается кастрация, самкам проводим стерилизацию инъекции. Все данные о том, что мы сделали, заносятся на чип. Если животное вновь попадет к нам, мы будем знать, что с ним уже работали. И не повторим манипуляцию с одним и тем же животным. Со слов руководителей приютов, люди избавляются и от породистых, и дорогих животных. Некоторые выбрасывают щенками. Тот факт, что к бесхозным животным стали относиться гуманно, не может не радовать. В мировой практике такая работа показала очень хорошие результаты. Именно на нее опирались при принятии изменений правил содержания бесхозных и домашних животных. Раньше на уничтожение предусматривался миллиард. На эту программу мы выделили всего 28 миллионов тенге. Это гуманно, это удобно для жителей и хорошо для бюджета. В той же мировой практике существует только два вида содержания собак и кошек. Первое – это заводчики породистых собак или питомники по их размножению, которые намерены получать от него потомство и зарабатывать на этом. В этом случае они должны платить налоги. Второй вид содержания – это домашние любимцы, потомство от которых заводить не предполагается. Данный вид животных, собак, кошек, он должен быть обязательно стерилизован. Потому что изначально вы не предполагаете получать от него потомство, соответственно, только два вида. Да, мы это поддерживаем. И поэтапно сейчас это только первая ласточка. Следующим этапом будет совершенно верно, будем инициировать изменения в правила содержания и выгула собак, в том числе и отлова. Это инициация того, чтобы все владельцы были под учетом, первое. И второе, что существовало только два вида владельцев. Договор по отлову и стерилизации животных был заключен управлением ветеринарии. Города Уральск с ИП «Ветсервис» специалисты должны будут отловить и стерилизовать 440 голов бродячих животных за два месяца. На общую сумму 4 миллиона 774 тысячи тенге. На данный момент было отловлено 115 голов животных, 81 прошло стерилизацию и было возвращено в привычную среду. Как выяснилось, три стерилизованные собаки имели владельцев. Хозяева увидели фотографию на специально разработанном сайте и забрали питомца. Субтитры создавал DimaTorzok